Годовщина Грэнфилл Тауэр. В Лондоне вспоминают погибших при пожаре высотного жилого дома. Спустя год после трагедии виновные до сих пор не названы. С подробностями из Лондона Светлана Чернецкая. 72 секунды молчания в память о 72 погибших. В Великобритании вспоминают жертв самого масштабного пожара в Лондоне со времен Второй мировой. Минутой молчания почтили королева Елизавета II и супруга принца Гарри Меган Маркл, депутаты парламента, сотрудники пожарной службы и, конечно же, те, кому удалось выжить той страшной ночью. Запад Лондона сегодня запестрел зеленым. Этот цвет стал символом Грэнфилл Тауэр, 24-этажного здания в одном из самых богатых районов Лондона, Челси и Кенсингтон. Оно было домом для 600 человек, в большинстве из малообеспеченных семей, выходцев из Африки и Ближнего Востока. Панахида по погибшим началась еще ночью. Ровно в 00.54 Грэнфилл Тауэр и еще 12 зданий подсветили зеленым цветом. Именно в это время, ровно год назад, на пульт чрезвычайных служб поступил первый звонок о возгорании в высотке. Основной вопрос, которому посвящена наша работа, каким образом в Лондоне в 2017 году бытовой пожар распространился так быстро и легко, что поглотил всю многоэтажку. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. Пламя распространилось очень быстро. Людям пришлось выпрыгивать из окон. Огонь забрал жизни целых семей. Это наша маленькая звездочка, Логан Гомес. Мы так ждали его появления. Он выглядел таким умиротворенным, будто бы спал, как все новорожденные. Наши сердца разбились в тот момент. Публичное расследование вскрыло целый ворох проблем этого здания. Оказалось, почти все противопожарные системы не работали. А внешняя облицовка строения не сдерживала огонь, а наоборот, способствовала его распространению. Нам советовали оставаться в квартирах, потому что думали, здание оборудовано противопожарными системами, и огонь удастся быстро потушить. Сколько людей можно было бы спасти, если бы они, как я, не послушали пожарных и покинули квартиры? Без крыши над головой тогда осталось 158 семей. Многие до сих пор живут в отелях и временных квартирах. Скотланд-Ярд начал уголовное расследование, но обвинения пока никому не предъявлены. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.